Добрый вечер! Вы смотрите программу Народный фронт. Я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня мы затронем глобальную политическую тему, о которой мы еще ни разу не говорили. Но тем не менее, вся страна уже о ней шумит с этой осени, с сентября месяца, когда прошла конференция «Единой России». Мы узнали, что на будущих выборах президента Российской Федерации у нас будет избираться, выдвигаться точнее, Владимир Владимирович Путин, а не Дмитрий Анатольевич Медведев, как многие хотели бы. Почему это произошло? В чем плюсы? В чем может быть минусы? Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с нашими замечательными гостями. Я представляю. Галина Анатольевна Разбивная, заместитель председателя Законодательного собрания Карелии. Здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Евгеньевна Пиетеляйнин, главный редактор журнала «Север». Здравствуйте. Тема вообще очень интересная, потому что была интрига последние полтора, наверное, года. Журналисты нескончаемые вопросы задавали в адрес Владимира Владимировича, Дмитрия Анатольевича, кто же из вас пойдет на выборы. Осенью «Единая Россия» устраивает свою конференцию, ну, что, в принципе, запланировано было, и там-то все открывается. Многие действительно ждали, что все-таки по логике на второй срок пойдет Дмитрий Анатольевич. Потому что все-таки у нас это уже как-то исторически, да, президент, ну, на один срок, по-моему, кто у нас так был? Да не было у нас никого, да? Борис Николаевич Ельцин и тот два срока. Но, тем не менее, интрига была, интригу искусственно ли ее создавали или нет, вот это большой вопрос. Но, тем не менее, теперь мы знаем, что Владимир Владимирович пойдет у нас на выборы в президенты. Милые дамы, представитель власти, представитель общественности, скажите мне, на ваш взгляд, вот это для вас было ожидаемое решение? Ну, вы знаете, решение может быть и ожидаемое, но то, как это было сделано, может быть, было неожиданностью, потому что, по крайней мере, я в этот момент, когда смотрела телевидение, немножко волновалась от того, что мне казалось это некоторым образом, как вы сказали, искусственное, так сказать. И, может быть, например, меня не совсем это устроило именно вот такая форма некоторого давления, которое произошло, я считаю. Но, с другой стороны, подходы были заранее продуманы, потому что, если сегодня ты занимаешься политикой, естественно, ты следишь за ходом событий, ты пытаешься быть внимательным ко всем, так сказать, разговорам и в печати, и на телевидении, поэтому я думаю, что все к этому, в принципе, шло. Вот. И вот это объявление сейчас дает нам возможность просто понимать, что все очень внятно, все понятно, никакой неопределенности уже нет, уже совершенно понятно, что вот «Единая Россия» идет таким образом, в таком, так сказать, в такой паре, будем говорить, политических деятелей. А то, что сегодня Владимир Владимирович Путин, а не Медведев, ну, вы знаете, вероятно, какой-то есть в этом смысл. Какой? Это еще надо понять. И сегодня рассуждать об этом, мне кажется, даже это очень ответственное дело, потому что ты не был у истоков этого сценария. Но, во всяком случае, значит, в этом есть какая-то необходимость. Я могу порассуждать как, не как политик, а просто как житель России, в чем это, может быть, преимущество, что это Путин, потому что мне, например, кажется, что он более, может быть, уже более волевой, более сильный человек, как личность, и на международной арене в том числе. Вот. Ну, это вот личная договоренность двух политиков. Елена Евгеньевна, а вам не кажется, что нас подвели к тому, что мы говорим Владимир Владимирович Путин, подразумеваем Дмитрия Анатольевича Медведева, говорим Дмитрия Анатольевича Медведева, подразумеваем Владимира Владимировича Путин? Вы знаете, это дело каждого, что подразумевать. И, честно говоря, когда вы говорили о том, что ожидалось выдвижение Дмитрия Анатольевича Медведева на второй срок, я слушала вас с некоторым недоумением, потому что я, честно говоря, не ожидала. То есть вы полагали, что ожидали все, но у разных людей разные люди. Сразу уточню, что это часть. Есть у нас общественное мнение, есть СМИ и так далее. Это вот оттуда выдержки. Что касается писательской общественности, я сейчас слушала Галина Анатольевна, анализировала мнение писательской общественности в России, потому что я представляю еще Карельское отделение Союза писателей России. То, честно говоря, писатели симпатизируют Путину. И почему? Не только потому, что на своей недавней встрече с главным редактором литературных журналов он выказал обеспокоенность состояния литературы, о необходимости государственной поддержки писательского труда. Нетрудно догадаться, что, исходя из этих взглядов, писательская общественность будет его поддерживать. Ну и как гражданин, недавно, кстати, на встрече в Пряже я встречалась с читателями, и цель моей встречи была вовсе не политическая. Я как человек творческий в политике, в общем-то, от политики состою в стороне. Но меня спросили, а вы за кого будете голосовать? И, честно говоря, я вспомнила 90-е годы. Говорю, давайте вспомним, что было в 90-е годы. То есть страшно было выйти на улицу. Разбой, не выплачивались зарплаты, не выплачивались пенсии. Многие люди уезжали просто за границу. И все-таки после Ельцина приходит президент и Путин. Это нам всегда кажется, что все, что делается к лучшему, делается само собой. И творческий человек, он всегда в оппозиции к власти. То есть всегда можно найти что-то, что не устраивает сегодня, что могло бы было быть лучше. Но история не имеет сослагательного наклонения. И все-таки мы пришли к ой ваду, что уровень жизни значительно вырос. Можно, конечно, отрицать влияние Путина, сказать, что нет, благодаря каким-то другим условиям вдруг. И очереди в магазинах исчезли, и товары появились, и дети стали рождаться. Но тем не менее эти сдвиги произошли. И для меня, как для человека, все-таки предпочтительнее, чтобы пришел к власти уже проверенный политик. Ну вот смотрите, давайте тогда уж по-честному совсем говорить. У нас в последнее время, по большому счету, альтернативы нет получается ни Медведеву, ни Путину. Вот я хотела как раз сказать, жаль, что сегодня другие партии, и коммунисты, и, как говорят, жириновцы, и Явлинские, например, и прочие товарищи, они не выставляют свои кандидатуры. То есть нет сегодня темы для обсуждения, в принципе. Поэтому у нас один выбор. Владимир Владимирович Путин. Я, кстати, хочу сказать, что... Ну а почему же не Дмитрий Анатольевич? Не Дмитрий Анатольевич? Нет, ну то, что сейчас предложено, имеется в виду, да. Я думаю, что велития Медведева не будет, вот в чем дело. Раз уже такое принято решение партии. Я в свое время, в 2001 году была на встрече с Владимиром Владимировичем Путином у него в Кремлевской библиотеке. Нас было всего пять человек. Мы встречались в течение пяти-двух часов, и разговор шел об образовании. На самом деле, почему он был мне тогда симпатичен, вот тогда особенно, потому что, во-первых, он один год работы госсовета сделал, госсовет по образованию, серьезный, очень серьезный. И сегодня это было поручено Карелии. Мы в течение полугода, большая команда, жили в Москве, работали со всей Россией по поводу модернизации образования. Это слово тогда было названо впервые. Притом, я хочу сказать, Карелия к этому имела отношение, к этому понятию модернизация, потому что дошел разговор реформ и так далее. Все как бы говорили, достаточно реформ, давайте что-нибудь другое. Я для себя делала так. Модернизация – это мода на образование, от слова «мода». И когда мы были у него в библиотеке, в этой кремлевской, я обратила внимание, что он был очень деликатен, точен в формулировках, внимательно слушал и слышал то, что мы говорили. Конечно, меня этим самым он очень подкупил, потому что обычно начальник говорит, а те, кто пришли, слушают. И чтобы дали слово сказать в кабинете высокого начальника, это вообще очень редкое явление, прямо скажу. И потом, после этого первого года, в шестом году повторялся, опять же, Государственный совет по проблемам образования, опять Карелия его готовила. Дело в том, что я об этом говорю, потому что я была дважды этим занималась, очень серьезной, очень ответственной работой. Поэтому в этом отношении я считаю, что мне хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович продолжил заниматься Россией. Единственное, что меня волнует и не устраивает сейчас, это вопросы, которые чаще всего ставятся проблемы глобализации. Вот эта проблема глобализации, мне кажется, нам затуманила глаза всем. Понимаете, во-первых, значит, нет детальной работы, вот нет поставленных детальных задач, последовательно решаемых задач. Ведь когда слушаешь Владимира Владимировича Путина и того же Медведева, ведь все правильно говорят, нет механизмов решения этих проблем. Нет сегодня механизма решения реализации закона, нет механизма. Понимаете, закон хороший, но он не работает, потому что никто не разрабатывает механизм, никто не получает серьезные обратные связи, нет анализа прошедшего, потому что в любой закон можно внести поправку. Вот это меня не устраивает. Я считаю, что если это не будет изменяться, то, к сожалению, ну, прямо скажем, проблемы останутся. Смотрите, ну, сейчас же, да, вот Народный фронт сделали, да, общественное, да, движение такое, куда вошли общественники, которые вносят свои предложения, и в том числе вот по реализации механизмов, да, что механизмы должны. Вот, кстати говоря, сама идея Народного фронта, скажите мне, насколько она удачна. Вот я практически со всеми на эту тему беседую, и, естественно, поскольку вы впервые сейчас у меня в студии, в этой программе, мне хочется и вашу точку зрения по этому поводу услышать. Ну, вот как литератора и поэта, меня, честно говоря, бескуражило название, потому что фронт сразу накоренное слово конфронтация, да, либо ассоциация с некой войной, то есть с кем нам, собственно говоря, воевать. С другой стороны, есть, конечно, другое значение выйти единым фронтом, то есть объединиться. Но по звучанию как раз, по наличию вот этих вот взрывных звуков, фронт, фронт, да, все-таки психологически человек воспринимает достаточно остро и настороженно. Поэтому, если идеологи хотели взорвать общественное сознание и призвать к объединению через некое такое сопротивление внутреннее, то, может быть, они достигли цели. Если же мы берем все-таки во внимание опыт старшего поколения, для которых фронт – это все-таки война, это разруха, это беда и горе, то, может быть, название здесь не совсем удачно. Хотя это мое субъективное мнение. Субъективное мнение, абсолютно, которое имеет право на жизнь. Но, тем не менее, сама идея, смотрите, все больше общественных организаций вливаются в народный фронт. О чем это может говорить? О том, что действительно все-таки вот эта идея в то самое время, она и выстрелила. А вы знаете, дело в том, что я опять же отталкиваюсь от литературы, вспомню, что еще в слове полку Игореве утверждалась идея, национальная идея. Мы все время говорим о том, что нет национальной идеи. Она уже тогда была обозначена для России. «Россию спасет объединение». Когда было много-много раздробленных княжеств. И Россия, только объединяясь, могла побеждать врага. Врага какого? Внешнего. Я не говорю о врагах внутренних. И здесь, когда у нас, в общем-то, много политических сил, с одной стороны, это хорошо, плюрализм мнений, а с другой стороны, у нас есть риск оказаться в ситуации персонажей в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». То есть, вроде как, когда тянут в разные стороны, а воссыны не там. Поэтому я не вижу ничего плохого в том, чтобы народ объединялся, но объединялся на неких разумных началах с прицелом на разумное будущее, на то, чтобы было лучше. Потому что сегодня, в принципе, все ведь обещают хорошие вещи. Ни одна партия не говорит, что мы сделаем хуже вашу жизнь. Все говорят хорошо. Это было бы нелепо. Конечно. И поэтому разобраться в том, кто прав, кто виноват, очень сложно. И когда меня, опять же, читатели спрашивают, а вы за кого, я говорю о том, что я не за какую-то партию. В каждой партии есть разные люди. Но если смотреть на лидера этой партии, если для меня «Единую Россию» сегодня возглавляет Владимир Владимирович Путин, а я за него как за президента, это моя гражданская позиция, я не говорю за всех, а только за себя. Не агитируем. Абсолютно нет. Каждый вправе выбирать сам. То в этом смысле эта партия в лице Путина, она мне симпатична. Ну вот смотрите, об успехах. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, вот постоянно говорят, да, у нас много бед в России, но есть, например, основные, которые всегда на суху. Коррупция или еще что-то. Сколько лет боремся, не можем победить? Вы знаете, я по поводу коррупции хочу сказать, что это идея. Вот я по практике жизни в Республике Карелия, многолетней моей практики, я считаю, что в некотором роде это надуманная тема, коррупция. Очень надуманная. Потому что когда недавно здесь у нас председатель, начальник следственного управления рассказывал про коррупцию в Карелии, то это, конечно, было смешно. В свое время, знаете, мне позвонили и сказали, что в Республике Карелия на 100% увеличилась преступность, детский рецидив преступности. Я была в ужасе, потому что думаю, сколько? И спрашиваю у нашего МВД, сколько было-то? Один, а стало два. Вы понимаете, в чем дело? В процентах. Да, в процентах, да. И поэтому вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что сейчас меня очень не устраивает то, что сегодня с центрального телевидения, в том числе и из уст руководителей страны, часто звучит о том, что все чиновники коррупционеры. Дело в том, что я 10 лет была чиновником, вокруг меня тоже были чиновники. И я знаю, что это совершенно ложь и неправда. Самое главное, что у народа другого чиновника-то нет. Он все равно должен идти к этому чиновнику, который есть. А он уже идет с некоторым мнением, что я иду сегодня к коррупционеру, которому нужно заплатить, чтобы он решил мою проблему. Ну, стереотип уже сделал. Да, да. Пиар хороший, коррупционный был. И так мощно это делают, очень мощно. Я считаю, что это ошибка политическая. Так принизить свою... Ниже плинтуса опустили чиновника. А сегодня, может быть, из тысячи два допустили какую-то, так сказать... У нас, может быть, не среди чиновников, а среди другого Люда есть связанные моменты со взятками и так далее. Хорошо. Владимир Владимирович, как вы думаете, ему удастся все-таки победить? Это он два своих срока с этим боролся. Слава Богу, что он меньше об этом говорит. Меня это больше даже устраивает. Об этом говорит в основном Дмитрий Анатольевич. Надо дать возможность сегодня чиновникам быть высокопрофессиональными специалистами, чтобы случайные люди сюда не приходили. Надо сегодня чиновнику создать условия для работы. А что, нет условий? А условий нет. Сегодня чиновник, профессионал занимается отчетностью где-то 60%. О, писаниной. На бумаге у нас все хорошо. Да, дело не в этом. Его заставляют это делать. 60% времени он сегодня пишет отчеты. Притом, я хочу сказать, один раз в три месяца, допустим, он пишет один и тот же отчет в разные ведомства, и министерства, и структуры, и уровни. Вы понимаете? Я считаю, это очень затратная и неполезная работа. Вот с этим я считаю, что новому президенту, я лично даже попытаюсь обязательно Владимиру Владимировичу об этом написать, что нужно прекратить вот этот вот... Все ведь кажутся, что чиновник – это просто благо, это как бог, или это как вообще просто, понимаете, король какой-то, у которого и денег полно, и вообще, и дома загородные, и участки леса. Это же неправда, вы понимаете? Неправда. Какой-то там идиот, значит, сделал это, допустим, там, два-три человека, вот, и потом начинаются затяжные суды, где-то по два-три года идут суды, суды чиновников, непонятно... Так, Галина Анатольевна, перебью, вот вы говорите, вот вы как, да, бывший чиновник, мне говорите, сейчас как политик, да, законодательная власть, напишу Владимиру Владимировичу Путину, да, и у нас вся страна так говорит. А напишу-ка я письмо туда-то. Вот, Денис, я согласна с тобой. Есть вещи, которые нужно решать здесь, в Республике Карелия. И таких большинство вещей, и на местном самоправлении, и на уровне нашей, но есть вещи российского масштаба. Вот проблема чиновника и образцово-показательного бюрократа, без которого государство ни одно не живет, это серьезная проблема, которой никто не занимается. Ее принижают и принижают, хватит, уже этого достаточно, уже делать этого не надо. Поэтому есть проблемы, которые на самом деле может решить один человек, президент, его воля. А есть миллионы, может быть, одна такая проблема. А все остальное, я знаю, что когда наши люди пишут письма и в стихах, и в филитонах, и так далее, это бесполезная работа, потому что все письма потом приходят сюда, на наши круги, и начинается здесь этот вопрос решаться. А знаете, почему? Потому что мне кажется, что вот эта вера человека в царя, Вот, я вам как раз хотел этот вопрос задать по поводу. Знаете, да, почему? Дело в том, что вот когда выстроена была вертикаль власти, с одной стороны это хорошо, и выстроена была кем? Федеральной властью, да? То есть сегодня губернаторы назначаемы, главы местных самоуправлений, вот где-то они избираемы, а где-то они тоже назначаемы везде по стране, по-разному. И эта вертикаль, она как раз у народа, и породила вот опять эту априорную веру в царя, потому что народ понимает, что все республиканские региональные чиновники, они назначаемы, контролируемы сверху. И мне кажется... Лена, что говорите, извини, пожалуйста, что если у нас сегодня в Республике Карелия, допустим, 30 человек, это правительство Республики Карелия регионального уровня, а более 60 федеральных структур, которые работают сегодня на земле нашей Карелии. О чем сегодня я бы попросила Путина, когда он станет, я надеюсь, президентом, прекратить этот беспредел? Потому что тогда, если, допустим, чиновник, человек государственный, назову его так более уважительно, на территории Республики Карелия будет понимать, что от него зависит, он будет делать то, что зависит от него, русский человек, Путина писать, не будет. Потому что люди, когда обращаются к Путину, они прекрасно понимают, что письмо вернется на место, оно вернется с резолюции президента, и тогда чиновник на месте, с оглядкой на резолюцию президента, что-то предпримет. А ежели резолюции не будет, честно говоря, бездеятельность чиновников, здесь вот я, с одной стороны, согласна с Галиной Анатольевной, да, она говорит о людях, о профессионалах, которые есть, безусловно, в сфере государственной власти, но есть и другие люди. Ну, есть лентяи, скажем честно. Есть лентяи, как везде, конечно. Но вот написал человек письмо президенту, дайте квартиру, потому что здесь... У нас все так хотят, да, и пишут, и пишут. У нас писем таких много, но квартиру сегодня чиновник здесь тоже не может дать. Да это само... Не потому, что он бездельный. Да, давайте, нет, рационально, конечно, если человек просто взял, написал, дайте мне квартиру, но тут уж, извините, ничего не бывает. Если президент Российской Федерации выпускает приказ, указ президента, указ президента, детское пособие, матери, материнское пособие с полутора до трех лет, 50 рублей в месяц, то кому нужно писать, чтобы он изменил этот указ? Президенту. Ну все правильно, но на самом деле, вот смотрите, все-таки, да, стереотип какой-то определенный есть, да, все-таки царя. Мы сможем вообще, как вы думаете, избавиться от этого когда-нибудь? Или, а это для нас, для русских, просто оно в крови у нас. Ну как же без царя-то, а? То есть нужен нам царь святой, да? Царь нужен. Я думаю, что не совсем. Потому что в 90-е годы, опять же вспоминаю, при всем развале экономическом, да, все-таки было некое такое вот упоение духом свободы. И когда избирались губернаторы, избирались главы, то люди, ну по моим впечатлениям и ощущениям, они верили своим избранникам. И они верили в то, что действительно будет решено что-то здесь на месте. Потому что избираемый губернатор не был зависим от центра. Я не знаю, как себя ощущали губернаторы, хорошо или не хорошо, свободно или не свободно. Но, тем не менее, сознание, вот перелом в менталитете, он наблюдался в 90-е годы. Сейчас нет. Сейчас, в общем-то, выстроенные вертикали, народ, конечно, верит в царя. И сама власть, она породила эту ситуацию. Может быть, ей удобно. Но можно ли сказать, что вот сегодня Путина, да, народ выдвинул? Ну, я думаю, что, конечно, аналитические всевозможные там делаются срезы. Я не думаю, что все время правду говорят Путину, в том числе, о ситуации в России. Но я считаю, что он достаточно активный и динамичный человек. Он ездит по стране, он встречается с людьми разного уровня. И поэтому, может быть, он не все точно знает. Но, по крайней мере, я считаю, что у него достаточно много собственных личного мнения по поводу жизни в России. Я думаю, что он достаточно хорошо понимает. Но требуется, конечно, вот, как Лена говорила о вертикали власти, я думаю, что у нас сейчас какая есть некоторая неуправляемость ситуации. Вот. И, может быть, сегодня вот назначение губернаторов не самый удачный момент в жизни нашей российской демократии. Вот, к сожалению, нет механизма, вот на мой взгляд, да, на взгляд общественности, может, писательской, которая бы позволяла большему количеству людей проявлять себя в политике. Я не думаю, что Россия бедна талантами, в том числе талантами в политической сфере управления. Но мы знаем одного, двоих, трех. И когда очень уважаемый мною человек из государственной власти говорил, а больше некого, больше нет. Я уважаю Владимира Владимировича, я об этом уже говорила, и это мое искреннее мнение, что я буду за него голосовать. Но, тем не менее, верится с трудом, что нет на просторах России людей энергичных, интеллектуальных, не знающих. Мне кажется, система не позволяет этим людям проявиться, чтобы народ их узнал и выдвинул. Я думаю, что как раз наоборот сейчас, в течение последних десяти лет, я просто сама это на себе ощущаю, у нас очень серьезно поднялась общественность. Сегодня очень много общественных организаций, движений и так далее. Очень много. Вот другая ситуация, что, к сожалению, во власть не хотят идти более подготовленные, думающие люди, стабильные люди с яркими личностями не хотят идти во власть. Понимаете? Вот недавно была передача по НТВшнике, безобразные там некоторые товарищи себя вели, я считаю. Как раз ушел разговор об интеллигенции, да? Вот по поводу того, что вообще нужна интеллигенция, не нужна, есть ли она у нас на самом деле. Я считаю, у нас интеллигенция есть, была и будет. Вот, и именно интеллигенция чаще всего становится лидерами общественных движений и организаций. То есть это люди, которые на самом деле заставляют власть сомневаться в решениях собственных. На самом деле ведь сомнение – это хорошая мысль. Если ты сегодня принял решение и начинаешь сомневаться, так оно или нет, или тебе кто-то из интеллигенции, из таких грамотных, серьезных, патриотичных людей говорит, что вы приняли не совсем правильное решение, разве это плохо? И второй момент, вы посмотрите, какое широкое сейчас идет движение. Общественные советы, экспертные советы, попечительские советы, все из общественности. Другой вопрос, а кто эти эксперты, которые у нас сейчас высвечиваются? Иногда поражаешься их, так сказать, их оценке, понимаете? А ее почему-то власть уважает. Боится сказать, что ли, общественность, что, дорогой, ты сначала, прежде чем сделать оценку, подумай, поизучай вопрос, проанализируй, а не просто так спонтанно говори, да или нет. Ну вот смотрите, да, давайте все-таки подытожим. То есть, собственно, выдвижение, да, самого Владимира Владимировича Путина не для кого, как бы, скажем так, не снег летом на голову, да? Нет, конечно. Все прекрасно понимают, что Дмитрий Анатольевич и Владимир Владимирович – это один тандем. Это те люди, которые только во благо России, во благо народа, так? Было бы хорошо, да, чтобы это продолжалось, да. Было бы хорошо, чтобы это все продержалось и дальше действовало, да. Кто бы что ни говорил, посмотрим в будущем, да, в будущем году, что у нас получится. Вот Зюганов и тоже мог быть президентом. Ну, сколько раз он у нас в СССР постоянно? Мне кажется, что он не очень сам хочет. Выгодно иногда быть в оппозиции. Выгодно не быть президентом. Выгодно быть руганом. Да, не выгодно не быть президентом, но выгодно быть таким очень с большой трибуном, трибуной, у него огромная трибуна, аналитиком, критиком и так далее. Дело в том, что хорошо быть в стороне, да, сидеть и и говорить, вот неправильно, если еще что-то, но самому сделать шаг вперед, ну, это очень страшно и сложно. И это может сделать только сильный человек, да. Спасибо за то, что вы пришли к нам в студию, о том, что вы высказали свои мнения, поразмышляли, рассказали о своих убеждениях все-таки. Я думаю, что мы с вами увидимся еще в одной из наших передач. Еще раз спасибо. Вы смотрели программу «Народный фронт». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова